Вопрос в номер один. Тепло, точнее его отсутствие. Поэтому, пожалуйста, поднимайте, пожалуйста, ситуацию. Первое, при своем выступлении Владимиру Васильевичу прошу сказать, где может подаваться ресурс, где нет. Чтобы управляющая компания могла определиться с теми многоквартирными домами, которые готовы к подключению. Это при своем выступлении. Беляеву Владимировичу я уже передал информацию. Сегодня он предоставит график подключения домов, которые согласованы с Газпром, Теплоэнерго. С дефектами, которые есть на трассах, не все дома могут быть подключены. У нас выполняются работы по муниципальному контракту. Сегодня Владимир Васильевич подадут воду, проведут испытание на 426-й за Восточное-2. В случае, если сварные швы и все остальное выдержат давление, которое подается на прессовке, то произведет демонтаж, подсоединение к трассе, промывка трассы. Я ориентировочно в четверг. Дома – это Восточное-2, Кингисепска-18, 20-22, Восточное-6, Федюнинского-5-7 и средняя школа номер 1. Надеемся, до конца недели получат тепло. Остальное для того, чтобы ускорить контракт, выполнение контракта. Сегодня должны привести еще два звена по работе в теплокамерах на Федюнинского-13 и Федюнинского-18 возле детского дома. Укладки этот объект у нас остается. Ориентировочное выполнение, даже при идеальных условиях, это 10 дней. 10 дней. Часть у нас детских заведений, детдом, садик и многоквартирные дома. А пока под вопросом. Сегодня приезжает руководство, мы будем с ними разговаривать, как можно еще больше усилить. Восколько приезжать, дату установить не могу. По дорогам, которые у нас тоже самое беспокоят, сегодня приезжает генеральный директор, мы встречаемся с ним. Старый субподрядчик, который не справился со своими обязательствами, они перезаключили договор, привезли нового субподрядчика. По сегодняшней сфере мы объемы укажем на недостатки, которые сделаны при подготовке для асфальтирования. Работа по асфальтированию ориентировочно через две недели, если погода позволит. Ежегодно у нас повторяется одна и та же ситуация. Сейчас котельные работают, следовательно, ежедневно, на две десятых поднимать давление, потому что запустить многоквартирные дома при давлении в 3,5 атмосферы не получится. Заполнить дома можно, но циркуляцию наладить нет. И второе. Продумайте вопрос сброса черной грязной воды после промывки. Не важно, были промывки или нет, все равно кто-то вешает батареи, кто-то ремонтирует стойки, лежаки и так далее. И вода сливается, трубы грязные, и будет три недели минимальный срок, обычно больше, идти грязная, черная, желтая вода. Продумайте этот вопрос и, в принципе, решение, какое найдете, в обязательном порядке. Но первоначальный сброс необходимо делать грязной воды, потому что не ждать, когда население, оплачивая по счетчикам, будет по три часа проливать для бледно-желтой. У нас все в рабочем порядке. Производятся ремонтные работы. За сегодняшний день собственники приезжают с отпусков, приезжают с дачи. 27 заявлений покупают только по ремонту. Сегодня хотели садового 2 попробовать запустить, но вчера принесли три заявления. Попробуем перекрыть стояками, чтобы дом попробовать запустить. На сегодняшний день принято решение до начала топительного сезона начинать отопление в связи с температурными погодными холодами. Сегодня мы запускаем текстильчиков 4 после проведения вчера ремонта. Котовского 6, Котовского 8, Котовского 10, Котовского 12. Бригады снады с ремонтов пока производятся запуски. Естественно, одни и те же люди делают одну ту работу. Сегодня запускаем Гагарину 3, Садовую 2, Садовую 4. Если все нормально, они сегодня получат тепло. Ну и параллельно все вылезают, которые аварийные бригады. В аварийной ситуации бригада с первого района, где пока нет возможности подключить горячую воду и отопление, переброшены на запуск в эти районы. Естественно, аварийные ситуации, аварийные работы там не производятся. По поводу вчера с Владимиром Васильевичем мы разговаривали. Да, обсуждали, что каждый день по 0,1-0,2 он будет поднимать давление. В зависимости от какого объема, большего объема подключенных домов. Этому нашли понимание. Список он дал, какие дома мы не можем подключить в связи с проведениями ремонтных работ. В домах у нас вода спускается пока грязная при запуске в подвалы. Это единственное место, куда мы можем спустить вместе с воздухом. Другого у нас места нет. Канализацию мы не можем сливать ее, если только промывать. Заодно и жировики все промывать. Это с водоканалами, я думаю, мы решим. Если они будут не против. Вчера произвели ремонт Кровлина Котовского 8 по заявлению 90 погонных метров, квадратных метров перекатано. Позавчера на Садовый 4 первый подъезд перекатали 180 метров. В пятницу произошел нехороший порыв на лежаке холодной воды в подвале. Заменено 12 погонных метров 79 трубы, 4,86 трубы. Ну, все как всегда. И ППР порядка трех метров. Люди сегодня получают холодную воду. Вчера 4 часа был перебой. Сегодня проводят работы в первом микрорайоне по отключению электричества ЛАЭСК. Но не более чем на 2 часа, как мы вчера и говорили. Это дома Кенгисепска 24, 26, Восточный А3, Восточный А1, Кенгисепска 28. Просьба тогда оперативно подключили, чтобы давать информацию. Потому что чуть ли не каждые 3 часа будут докладывать область, что у нас происходит с подключением домов. Хорошо. Владимир Васильевич. Облика сильно работает. На данный момент у нас подключены детский сад номер 2, школа номер 2, больница вся. ТСЖУ спектрюра подключился, сегодня подключается плохо. По домам Микромадембургского информационного. От Кенгисепска 5 до Гагарина 1 эти дома можно подключать. По Русинке можно подключаться все потихоньку. У нас работы ведутся по Матросово, в ТК. Там плачевная ситуация. Трубы в одну сторону, в сторону Бали как бы прокинута, под дорогами прокинули. Обвязка тепловой камеры номер 6. И похоже, что в сторону 30-го дома там тоже кусок надо поменять. Вот, сегодня будем заполнять, значит, новую трассу Четырехсоскина по Кенгисепскому. Вот, там откачиваем сейчас, откачка идет под Кенгисепскому шоссе, там у нас проходной канал. Вот, при этом самом. Это самая нежная точка, когда отключали, значит, туда сброс воды сделали. Она никуда не ушла сейчас, откачка, значит, и там у нас слюные камеры. Закроем и начинаем заполнять. Алисор, с Романом, да, да. С Романом, да, обеда начнем. Да, да. Да, конечно. С Романом согласованностью, он звонил и все, с вами. Так у меня все. Сколько у вас бригад сейчас работает? Ну, у нас одна бригада. У вас одна бригада. Сколько в ремонте сейчас объектов, адресов, сколько у вас? Помимо Матросова. Пока Матросова. Все, остальные все больше? Больше нигде порывов нет. Ну, Гагарина можно. Гагарина устранили, все. Я сказал, да, Гагарина один нужно. Владимир Васильевич, вот мне Александр Владимирович задал резонный вопрос. При гидроиспытаниях на Матросова у вас не было порыва, которые были сейчас? Почему летом не менялось вот этот кусок труда? Значит, при гидроиспытаниях, нет, там не было этого порыва. Там порыв был, тепловая камера была заполнена, но это со стрелембанина. который знал, чтобы под дорогой такая же ситуация. Дело в том, что на схеме у меня этот самый, когда строилась котельная, на схеме у меня это обозначилось, что это новый транс. Почему мне это делать, реально? Я еще не работаю. Хорошо. У нас же есть план подготовки к зиме, да, там все адреса у нас указаны в этом плане. Вы с нами же согласовывали, да? Адресная программа была. Хорошо, у нас по тем адресам, которые были, в плане, они у нас все отработаны. Да, у нас Матросова не было. У меня отработано Гагарина 200 метров, на Гагарина трубы, которые вы готовы были делать летом, но не сделали из-за отсутствия труб, насколько я знаю. Сейчас трубы пришли, вы хотите в зиму останавливать это или как? Так, трубы еще не пришли. Причина в чем? Поставки трубы. Заявка когда была? Заявку мы по весне даем. И эти 200 метров были учтены, да? Конечно. Это по Гагарину ничего достали. Котовского 6, 8, 10, 12. Не представляется возможным запустить, потому что на трассе они закрыты. Владимир Васильевич, откройте, пожалуйста. Хорошо. На сегодняшний день замены светильников у него в резерве ни одной штуки нет. Я созвонился с поставщиками, которые, собственно говоря, нам анонтируют в город. Не вышло ни одного светильника на замену. То есть менять мы нечего. А по причине у них нет блоков питания, их подвели поставщики, то есть они могут выпустить. Ну, то есть выпустить новые. Когда что будет, я не знаю. То есть я буквально сегодня связывался, когда это может быть. Мы, говорит, не знаем. А нас, говорит, подвели поставщики, блоков питания нет. Мы вам ничего пока отправить не можем. Соответственно, я на сегодняшний день ни одного светильника поменять не смогу. А сколько они работают? Ну, сейчас порядка 30 штук не работают. Создайте, пожалуйста, все неработающие лампочки с мышкалёвами. Подпишите. Все светильники укажите, отразите в акцию. Мы им направим. Потому что это не может быть экономией по контракту. Это отсутствие работы. Возглашение, значит, подготовьте, давайте его предложим писать. Не, ну, нормально. Все все устраивают. Мы сидим без света, они получают экономию. Мы работаем. Количество заболевших в инфекции увеличивается. Значительные детей, взрослых. В том году он, конечно, агрессивный. Это вся осложненная. Все бронхиты, пневмонин очень много. Ну, это тоже объясняем. Просто, видимо, еще и агент, то есть агрессивный. То есть вирус какой-то, да. Вакцинация от гриппа идет полным ходом. Мы готовы сегодня привить администрацию службы заказчика. В 14-м кабинете сидит уже медсестра, то что, добро пожаловать, нужно всем пройти и сделать. Противопоказания, в принципе, быть не должно. Аварийное здание оцепили мы, наконец, лентой. Воду подрядчик потенциальный приехал в пятницу. То есть договоренность есть, что это выведут. Это электрики, потому что стена, вероятнее всего, все-таки упадет. Она прямо сильно наклонилась. Если там еще электричество, например, в общем, это дело делается. Отопление везде, все функционирует, везде тепло. То есть это все работает. Было аппаратное совещание в администрации министерского района. Ивангород отметили. Проведенную акцию 8 сентября по прививкам. Поэтому передаю вам слово благодарности от главного врача. На прошлой неделе в администрации ездила по приглашению в город Братима-Краскопа на встречу. Эта рабочая встреча прошла очень позитивно. Мы договорились о совместных программах, проектах, мероприятиях. Поэтому я думаю, что нам ждут интересные встречи, мероприятия со Швецией. 21 сентября у нас совместно с жителями и молодежью Ивангорода Нарвы прошел день европейского сотрудничества. Мероприятие началось в 10 утра в Нарве и потом пришлось сюда, в Ивангород. 25 сентября в школе готовим акцию «Голод мира». Ну и 1 октября на День пожилого человека тоже готовим мероприятия концерта в Доме культуры. У нас сегодня срок. Мы должны отправить в областной комитет дизайн-проекты по комфортной среде для согласования. И уже будем готовиться к голосованию общественному. Взаимно-проекты на Сирене мы отправим. Да, да, да. Ну и помимо благоустройства, комфортной среды, мы сейчас готовим документы по трем дорогам для участия в программе на следующий год. Это Гагарина и проезжая пешеходная часть, это улица Пасторова и улица Садовая. То есть мы сейчас делаем паспорта, мы сейчас регистрируем эти дороги и, соответственно, будем соявляться в областную программу, посмотрим, как там получится у нас финансирование. Ну все в штатном режиме, пришла осень, начинаем собирать листву, убирать листву на величинодорожной сети, на тротуарах, на прилегающих территориях, которые подведомственны. Мусор убирается, немного там со срывом у нас в связи с, как уже вот Ольга Николаевна сказала, тоже подтверждает, что у нас сотрудник на больничном находится. Никто не отменял, все мы люди. Из-за этого просьба особо сильно на этот ажиотаж не делать. Все равно мы привлекли уже подрядную организацию в дополнительную, чтобы своими силами не нам помогали с этой ситуацией. Плюс все силы брошены на дополнительные работы своими силами в те дни, когда отсутствует водитель. Потому что два человека только возит, есть график, в те дни, когда другой специалист должен возить, нанята подрядная организация. Из хорошего технику администрация закупила, мы сегодня поехали ее забирать. То есть сегодня приедет затем постановка на учет, и я думаю, в первых числах октября уже выйдет на линию автомобиль, чтобы люди экстреннее и быстрее передвигались по городу. Потому что холода уже подходит, и нельзя тратить на это все время. Все равно все в рабочем порядке. То, что я вам говорил, значит, мне укрупненно нужен план действий по уборке, особенно в осенний период. Мы хотели подготовить и лесу, и там, где строительный мусор у нас есть, блоки, остатки камней, кирпичей и все остальное. То есть вот это надо потихоньку на пустыри приводить, чтобы на следующий год мы могли уже механизированно убирать большую площадь. У нас уже территория была подготовлена. Где-то спланировать, если надо, значит, надо планировать. Если что-то вывозить крупное, значит, давайте тоже вот это все. Вот это все мы должны с вами за осень сделать. Все в рабочем порядке. Мы сейчас начинаем формировать добровольную народную дружину. Если есть желающие, обращайтесь ко мне. Запишем. Охрану правопорядка на период проведения праздника. Да, значит, детская площадка, школа, садик завалена пенопластом вся, поэтому надо бы там порядок навести после ремонта теплотрассы. Все несет оттуда, и вот очень много жалоб, просто все туда ветром. Значит, контейнер, пляж завален. Я думаю, пляжный сезон закончился, я думаю, что его надо убрать, туда вообще вывезти. Купающихся уже вряд ли там будет кто-то. По освещению, понятно, там ситуация с лампочками, просьба, очень много жалоб. Едининского, 10-11, угол школы, там, где тропинка начинается. Фонарь не горит, дети идут, а там еще территория такая нет. Да, с той стороны, ближе к школе. Но там неделю? Ну, не горит он уже неделю, да. Он то загорается, то гаснет, и вообще сейчас, по-моему, перестал. И вот улица Советская. Там и дорога-то сама по себе никакая, лужи и так далее, еще и света нет. В части, касающиеся тепла, я считаю, что информацию по подключению домов, по ремонту нужно оперативно давать людям, чтобы они знали. Потому что отсутствие информации вызывает страх у людей. Теплолей не становится, а там дальше уже, что там, после страха, ужас, паника и все остальное. Информацию давайте, пожалуйста, дома, сроки, проблемы, время ее устранения. Все вот это должно быть знать. Еще, Александр Ильич, ну, хорошая была задумка, вот объезд территории два раза в неделю с представителем, там, службы заказчика, управляющей компанией, отвечающим за благоустройство. Поэтому я думаю, что ее нужно продолжить хотя бы два раза в неделю перед аппаратным и в конце недели объезжать, сразу ставить задачи, конкретные сроки. Ну и в части, касающейся вот этого вот совещания, я вот немножко, как бы, переформатировал в том плане, что нужно протоколировать, какие-то задачи ставятся, в том числе, там, на парусинке, там, яму, на следующем аппаратном. Все, что касается благоустройства, есть мысли, готов отдельно обсудить здесь предложение по следующему году. Значит, по поводу того, что у нас на аппаратном совещании все вопросы поднимаются, значит, Елена Юрьевна, я вас тогда прошу, протокол у нас ведется еженедельно, протокол я подписываю. Значит, я тогда прошу на следующем, со следующего аппаратного будем вам сначала предоставлять слово по тем вопросам, которые у нас были подняты и есть решение, либо нет решения. То есть, благоустройство. Есть вопрос, да, выполнен, не выполнен. Мы тогда вот каждого будем заслушивать, чтобы это все не уходило. В прошлом аппаратном озвучивали к Владимиру Васильевичу по поводу оплаты за май. Информацию, благодаря вам. В Теплоэнерго, на что Газпромте, ну, ввиду того, что по 10 мая были выставлены счета, запуск 20 мая, чтобы эти деньги не начислялись. По телефону, в этом случае, в качестве телефонограммы, нам ответить, что в 3-е дни до 1-го оставляя начисляться не будут. Но уточнили, что принятое Советом депутатов решение о переходе на 1-12 вступит в силу с 1-го января. А с 1-го оставляя по 31-го декабря будет оплата из расчета 7-30. И, то есть, за пол до 1-го января мы будем платить по полному объему уже, при племенном сентуэнергию. А уже через 1-го января 1-12 разделят на лицо. И у меня просьба, значит, соцобъекты в первую очередь. Понятно, садик, школа, там, где у нас задействованы теплотрассы, у нас есть джонкультура, у нас есть ПОП, у нас есть библиотека, там, где тоже жители пользуются социальными услугами. Администрация? Администрация в последний момент, вот как работаем, так и это. Еще вопросы есть? В общем, информация. Все, значит, давайте тогда все, кто у нас занимается подключением тепла, значит, работаем в круглосуточном режиме. Если нужна какая-то моя помощь, содействие, значит, в круглосуточном режиме оперативную информацию докладывается. И, соответственно, информируем жителей о всем, что у нас происходит. По итогам совещания с генподрядчиком, тогда мне доложите путь теплотрассы. Все, хорошей рабочей недели. Спасибо. Спасибо.